Всем большой привет! С полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Что же посеять в начале февраля? Об этом в сегодняшнем выпуске. В начале февраля можно посеять лапчатку, меконопсис, гималайский мак, гелиотроп, бальзамины и катарантус. Лапчатка многими любимое многолетнее растение. Красиво цветёт и не требует особого ухода. Лапчатку можно вырастить самим из семян, тем более, что в садовых магазинах начали продаваться красивые сорта. Вот, например, мисс Вельмот с розовыми цветами. Посеять лапчатку на рассаду можно в первых числах февраля. Для посева мне нужен неглубокий контейнер с дренажными отверстиями и качественный грунт для посева семян. Он состоит из торфов разной степени разложения. Туда добавили песок, биогумус. В нём есть качественное минеральное удобрение. И это очень хорошо, ведь после всходов рассада будет расти в контейнере целый месяц. К решкам будет чем питаться. Грунт нейтральный, поскольку туда добавили доломитовую муку. Это ещё и источник кальция. Грунт достаточно чистый и рассыпчатый. А ещё в грунт добавили гумат калия. Это способствует лучшему прорастанию семян. Грунт использую от компании «Фаска». Что важно, этот грунт можно приобрести во многих садовых магазинах. Заполняю контейнер, почву поливаю, ещё раз грунт уплотняю. Накладываю снег слоем 2-3 см. Семена мелкие, на снегу их лучше будет видно. Теперь раскладываю семена на расстоянии 1 см друг от друга. После того, как снег растает, семена немного втянутся в грунт. Присыпаю их тем же грунтом, чтобы они оказались на глубине в 1 см. Накрываю пищевой плёнкой, делаю отверстие и отправляю на электрический проращиватель. Всходы появятся не раньше, чем через 3 недели. В прошлом выпуске показывал, как сею лабелию. Семена очень мелкие, и чтобы их было лучше видно, я посеял их на салфетку. Семена взошли буквально через 2 дня, но вот в чём дело. Салфетка должна была растаять, раствориться, и корешки беспрепятственно бы укоренились. Но дело в том, что этого не произошло. Я не знаю, из чего делают современные салфетки, из пластика, что ли. Но она как была, так и осталась. Конечно, я думаю, что корешки пробьют эту салфетку и укоренятся. Теперь буду точно знать, что на салфетке сеять ничего нельзя. Либо на снег, либо на туалетную бумагу. Рассаду гималайского мака найти сложно в садовых центрах. Очень красивое многолетнее растение, которое даже не нуждается в соседях. Он легко может солировать и быть истинным украшением участка. Давайте его тоже вырастим сами, через рассаду. В пакете всего 12 семян, и кашпо совсем не нужно. Посею мак в стакан с выдвижным дном объёмом 500 мл. Заполняю всё тем же грунтом, уплотняю, поливаю. Снег здесь тоже пригодится, ведь семена чёрные. На тёмном грунте сложно их расположить равномерно. Раскладываю семена на расстоянии 1 см друг от друга. Почвой не нужно присыпать. Лучше, не дожидаясь таяния снега, присыпать вермикулитом, слоем в 2-3 мм. Семена должны всходить на свету. Вермикулит цвет пропускает, но при этом будет сохранять влажность. А впоследствии защищать от чёрной ножки. Сеянцы гималайского мака очень нежные, легко могут заболеть. Чёрная ножка или прикорневая гниль возникает на рассаде в основном из-за холодного грунта. В этом сезоне я эту проблему полностью решил. Моя рассада будет располагаться, сеянцы, вот на этом стеллаже, где я установил коврики, которые предназначены для животных или для сушки обуви. Длина стеллажа у меня метр двадцать. Мне хватило двух ковриков. Коврики нагреваются до температуры 40 градусов, а вот грунт прогревается до 26. Идеальная температура для хорошего роста и развития рассады. Два коврика потребляют энергию 80 ватт. А в месяц это получается где-то примерно 200 рублей за два коврика. Подогревать свою рассаду мне придётся всего лишь где-то три месяца. Январь, февраль и март. Рассаду мне больше некуда ставить. Она у меня располагается на окне. В самый мороз измерял температуру на подоконнике, на этом стеллаже. И она оказалась 11 градусов. Ну, как может развиваться рассада при такой температуре? Да она попросту погибнет. На очереди посев гелиотропа. Великолепный гелиотроп выращиваю уже давно. Яркие соцветия и красивые листва радуют глаз всё лето. А какой аромат великолепно источает гелиотроп? Казалось бы, этот цветок многие знают. Это далеко не новинка. Но купить рассаду в садовых центрах проблематично. Придётся выращивать гелиотроп самим. Сразу скажу, сходит гелиотроп очень туго. Поэтому я беру пару пакетов и сею большое количество семян в небольшой контейнер. В прошлом сезоне у меня взошло только 5 семян. Но мне больше и не нужно. Семена недорогие, поэтому можно купить побольше. Раскладываю равномерно семена на снег. И опять-таки присыпаю вермикулитом. Далее посею бальзамины и катарантус. Бальзамины Уоллера любит моя мама. Поэтому их я посею для неё. Я к таким бальзаминам абсолютно равнодушен. Хотя вот эти сорта заслуживают внимания. Очень интересная расцветка. Пёстрая. Мне больше нравятся новогвинейские бальзамины и катарантусы. Как раз катарантус я тоже сегодня посею. И мне удалось достать очень интересный вид катарантуса. Это ампельный катарантус. Впервые слышу о таком. Впервые буду выращивать. Ну, посмотрим, что это за чудо. Бальзамины и катарантусы посею в торфяные таблетки. Мне нужно всего 4 таблетки для бальзаминов и 5 таблеток для катарантусов. Заливаю таблетки горячей водой. Уплотняю и раскладываю по 2 семени на поверхность грунта. На всякий случай, если какое-то не взойдёт. Самые сильные сеянцы оставлю, а те, что слабее, удалю. Семена и бальзаминов, и катарантусов не заглубляем. Они прорастают на свету. Друзья, напишите в комментариях, что вы сеете в это время. Будет всем очень интересно почитать. На сегодня у меня всё. С вами вместе работал Виталий Декабрёв. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также жду вас на моей странице в Instagram Декабрёв Клуб. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!